Друзья, здравствуйте! И это 36 часть прокачки в Escape from Tarkov's 0 без барахолки. В прошлой части мы выполнили Забудем Старые Обиды, Секта часть 2, а также Миротворческую Миссию. И прокачали Миротворца на 3 уровень Лояльности. Эту часть мы также начинаем с принятия Дейликов. У Прапора выжить с локации лес. Ргенки, кстати, дают неплохой Дейлик. У Егеря через боковой тоннель. И у Лыжника найти и передать. Статуэтка коня, ювелирная цепочка серебряная и золотая. Такой, чисто ради лояльности может быть, разве что его выполнить. И устранить 20 Диких на любой локации. Ну, это, возможно, даже выполним. Начнем часть с рейда за Дикого. Мне как раз нужен один респиратор. Он как раз на Диком. И я закрою витамины часть 2, по-моему, квест. А также сейчас попытаюсь разного Лутецкого, который мне нужен найти. Итак, вот мы появились. Кстати, неплохо. У нас 20 минут и мы на болотах. Уже давно с этой стороны не спавнился за Дикого. А в основном появлялся, получается, со стороны выхода у Дебаркадера. А здесь, смотрите, вообще прям под базой отступников. Сейчас, может, еще что-то здесь лутанем, найдем. Здесь есть спаун ценностей. Правда, отступники еще живые, а кого-то валят. Боюсь, что если туда пойду, чтобы они меня не уничтожили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если получится все-таки выйти живым из этой локации, то я, как минимум, один квестик точно закрою. Это в здании внутри. Пускай ребята воюют, а мы пока полутаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, нужно еще горящих электродов собрать, три штучки. Один нашел, еще два. Я не обращал на это внимания. Если хотел холодильник поменять, так как тот уже забитый. А у меня не хватает электродов. Я когда квест сделал по убийству диких в лесу под стимуляторами. Использовал, забирал, которые у меня лежали. А теперь вот мне не хватает на по новой собрать. Субтитры сделал DimaTorzok Часы дома здесь ничего не находил. Хороший патрон на винторез. Но 8 штучек, как-то слишком маловато, чтобы я целую ячейку себя забивал ими. Поэтому их и не взял. А так это предтоповый патрон. Самый крутой это иголки на винторезе. А вот это вот, ну, прям перед ним. Предтоповый. За полюбетом никого не видно. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пока так заберем Я так не понял он наверх залез Посмотрел или нет Сдохни тварь Ух ты Набор для ремонта оружия Неплохо Вот только мне его забирать некуда Это что там такое происходит Но это мне из-за этого туда точно нельзя Зря он сюда не поднялся Ой-ой-ой Вот это кто-то На минах походу Взорвался А у меня укрытие в гроте работает Да Сейчас посмотрю эту палатку И побегу наверное На укрытие в гроте Здесь какая-то стрельба Странная была Не хочу нарываться И на ворот Тромзон из-за этого опасно бежать Присадка Инструменты переложим По-любому еще что-то интересное найду Давай-давай-давай Пиздюк У меня слышите дверняк какой-то там происходит Меня это вообще не улыбает Поэтому лучше туда не бежать Так еще ппшки Хуйло вот хуйло Конец тебе Быстро Пиздец во мраке ебаны ЧВКшники прибежали Решил пойти на развязку По заданиям у меня здесь нужно заложить Вайфай камеру Напротив Кибы Вот сейчас как раз хочу это сделать Также мне нужно Сделать еще успешное выживание Мне нужно 7 раз выйти У меня пока только 3 есть Поэтому пойдем сейчас Наверное К техноспектру Посмотрим Электронику Всякую такую ерунду Может быть с кем-то постреляемся И пойдем залаживать камеру Если конечно выживем Ну папа поръехал Пускай боится Вот здесь сейчас нам нужно Быть осторожными Так как сюда могут сейчас Ребят завалиться нормально Я бы и красный в принципе магазин посмотрел Если будет получаться Сейчас Наверное забегу Ну вот это здесь Если есть возможность Подзалутаться Почему бы я ее не воспользоваться Правильно? Пока всякие нехорошие личности И не прибежали Здесь ничего интересного нету К сожалению Побежали вниз На двигатель Заберем Теперь мне нужно идти К расу сыну Как раз его посмотрим Вот здесь Ботик ходит Хороший знак Немец Ботик ходит Вот так вот Ботик ходит О, на канцах уже кто-то, нужно ускоряться. И вот здесь 20 секунд залаживаем, а потом буду уже магазин докидывать. Отлично. Квестик мы закрыли. Пацаны, окружаем его! Ого! Ботов скука откуда? Надо хоть магазин докидать, а то у меня всего 2. Вообще еще патронов давнотов не хватит. Да, я с собой в принципе много не брал. Особо не рассчитывал на стрельбу. Доходит вверх Никс. Вон он! Ну и в принципе можно теперь идти на выход. Магазинчик докидываю. А у меня выход на МЧС. Поэтому можно побежать к дырке. Время. Эмилиruction. я сам из того чтобы стрелять случайно нажал на перезарядку тупо выхожу на типа стрелять и случайно пальцем нажимаю на кнопку перезарядиться вот как вот так вот можно я не понимаю хотел классный фонарик и былин промахнулся это конечно файл блин сейчас бы его вот по-любому бы и ушатал вот я просто уверен в этом по поводу сбора пушек пойду сейчас с калашом вот такой вот у меня есть калашик в принципе все здесь особо и собирать ничего добавлю только прицельчик на него даже не знаю пускают такой будет может быть еще что и вдаль постреляют ну вот в принципе все сборка закончена решил снова зайти на развязку только этот раз уже на ночную мне нужно убивать чвкшников ночью а также нужно заложить три цепочки цепочки будем заложивать у я не помню как там магазин называется он рядом с авокадо с проломом тоже там дбтр стоит крути сейчас когда добегу вы все увидите также сейчас попытаюсь 3 чего качников которые могут стески подниматься в офис идея в принципе если вот здесь появляюсь сюда так делаю сначала туда подбегаю ребята потом уже самой делу то хотя можно принципе пробежаться посмотреть есть что-то лежит или не лежит и уже ребят встречать как раз если получится то выцеплю себе первый фраг дрельки теперь появляются которые мне не нужны и ложить никуда идите по моему он мне всю малину портит вот оттуда ребята могут бежать бумажник я его давно хотел себе найти у меня денег накопилось много много места занимают интересно пойдут сюда ребята или нет ну пойдемте посмотрим они в принципе могли вообще сюда не пойти либо идти в подвал и вот они вот есть кто-то он где-то здесь он по моему подо мной где-то он 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 Вот эта елка, конечно, закрывает обзор. Вот эта елка, конечно, закрывает обзор. Ну, немного в крысу, ну и запушили его потом, в принципе. 48-й уровень. Ой-ой-ой-ой-ой. У него Мия с теплоком. Ничего себе. Да, вы слышите, такой ничего себе соперник, хочу вам сказать. Правда, я ему коронту шатал. Вообще, у Хламину. А Мия у него, конечно, максимально сексуальная. Я вот теперь, наверное, даже сейчас на выход потопаю, чтобы этот теплок вынести. С флешками. Вот я только что-то не понимаю. А, наушники у него сразу здесь. Ага. В шлеме. Сейчас где-то здесь выкину свои шлемы наушники. Вот так я еще хочу его корун забрать. Вот с теплочком это, конечно, ребята уже... Опа. Другое дело играть. Так, вот так вот. Выход у меня на МЧС получается. Дина, я вот не помню, как здесь, или цвет здесь нельзя менять. Внутри лежат. Ну, нормально. Одного ЧВКшника убили. Под задачку выполнили. На выход пойду чисто из-за теплока на Мии. Не хочу его потерять. Потом уже, в принципе, будем снова пытаться сделать этот квест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok Подходим к выходу. А знаете, что я еще обратил? Патрон-то здесь у него М61. Прикиньте, то есть вот я два магазина по 50 патронам. Походу, с М61 патроном у него подобрал. Вот если бы он по мне начал стрелять, в принципе, ему двух выстрелов хватило, чтобы меня убить. Так, и вот мы снова на развязке. Будем дальше продолжать выполнять квесты. По убийству ЧВК ночью у меня уже один фраг есть. Остается еще четыре. Ну, зато выживаемость получше. Хотя вот этого типа, которого я убил в прошлом рейде, это как-то не спасло. Я его убил выстрелом в голову. Ух ты, ля, там потоп куча. Убил я его выстрелом в голову. И как-то не повредил ни шлем, не забрало. То есть и шлем, и забрало были совершенно целы. Вот интересно, как это, в какую часть головы я его убил. Так, 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 пистовастенько. Так, 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 так. На этом же месте двигатель. Еще один. Тетрис чуть не просипонил. Просто увидел белую точечку. Поэтому вот на глаз, ребята, не смотрите. Всегда подбегайте, проверяйте. Почему я забегаю и сбегаю по вот этим, как их правильно назвать, перилам? Не знаю. Вот, потому что там у меня есть какой-то запас хода. То есть я могу влево, могу вправо уйти, если по мне начнут стрелять. Я, если я буду забегать именно по самому эскалатору, то там у меня очень сильно ограничено движение. И тому, кто будет по мне стрелять, будет меня проще убить. Поэтому я вот... Опа. Ребята валятся. Но мне это пока не интересно. Кто и там вниз сбежал? Ботик? Или не ботик? Слышь, Америкос! Что там он насчет Гондураса решил, а? Вот в этом в магазине нужно залаживать. Проигнорируем его. Вот так вот заходим, ложимся. Присадимся. Итак, задачу я выполнил. Лута так особо ценного у меня для меня нету. Ну, Т-300, да, 70 тысяч стоит. У меня, в принципе, деньги есть, поэтому за него я не переживаю. А задание мне делать нужно. Поэтому сейчас пойду стреляться с типами. У меня где-то слева тип стрелял. Поэтому вот как раз будем пытаться сделать еще один килл. О, слышите? Кто-то с ботами стреляется. Эй, земляк! Ну, тут, по-моему, у Костина где-то. Ага, вот он. Блин, так как я его не убиваю? Там еще один был. Кипец, тупо в него зажал. Жал, и он все равно не умирает. Не может, я его, конечно, и убил? А мне, кстати, в голову убили. А, ну, в теменную часть забрал, а не спасло. Не, я его не убил. Вообще жесть. Так, и вот мы снова на маяке за дикого. Опа. И трупик у нас сразу нас встречает. Неплохо. Опять, может, что-то полезное найдем. Так, у меня получается. Есть так же респиратор, как в прошлом рейде с собой. Бля, тупо такой же дикий, как я. Почти только оружие другое. Тот же рюкзак. Та же разгрузка. О, бронь. Неплохо. Заберем разгрузку. Так больше в меня влезет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пиздец, о мраке, ебаный. Так, подбегаем к базе отступника, у кого, опа, это чувака. Да, вопей, шупырь. Галобро. Да. Что-то не везет мне вообще за дикого на маяке максимально. Слишком часто мне ЧВКшники встречаются. Ну, второй рейд и второй рейд меня на одном и том же месте ЧВК выбивают. Ну, тут я хотя бы выстрелить по нему успел. Да. А, и попал, кстати, смотрите, нормально дал ему. Если бы я успел спрятаться и еще раз стрельнуть, может быть, бы и забрал его. Так, и вот мы снова на развязке. Все те же самые у нас планы. Нужно убивать ЧВКшников. Сейчас только перед тем, как бежать и кого-то убивать, хочу посмотреть курточки и спаун интересных предметов. Вот здесь вот, на ТСК. М-ку, кстати, я не собирал. Это у меня со страховки. С прошлых рейдов. Так, вот такие вот тут интересности валяются. Сейчас хочу посмотреть ЧВКшника, который ближе спаун к МЧСу. Сюда он побежал или нет. Может быть, вот как раз с ним получится повоевать. О, неплохо. В этом рейде я чисто ради ЧВК. Если он сюда побежал, то я его где-то здесь должен встретить. ЧТСК сюда вроде никто и не идет. И вот там вдалеке на МЧСке стрельба какая-то идет. Сюда он, похоже, не пошел. Ну что же тогда, пойдем в айди и посмотрим, ребята. КОНЕЦ Как-то тихо здесь. Типа, похоже, сюда никто не пришел. Да, Детрис валяется. Блин, не хочу особо лутаться. Сейчас обратно налутаюсь, потеряюсь. Потом обидно будет. А так вот... Блин, ничего не налутал, ничего и не обидно. Мы побегли. Наверное, пойдем туда, ближе к центру. К торгового центра. Посмотрим там, ребят. Может, там кого-то найдем. Вот только мне там в центре боевать не нравится. Капец. Тупо выигрывает тот, кто тебя пересидел и кто первый услышал. Хотя я в прошлый раз типа первый услышал и проиграл. Но... Есть исключения. Здесь просто ребята часто сидят. Если ты будешь бежать, они тебя услышат. Они просто сядут и будут тебя ждать. Поэтому тяжело. С этой точки зрения. Как-то здесь что-то я и стрельбы не слышу. Опа. Кто-то дикого убивает. Вот это, кстати, маску нужно забрать. Где-то справа, ближе к кибе, наверное. Слышите стрельбу. Забновлю я бейсбол. Это в Гошаня. Не понимаю, только пока где они. Угу. Угу. ТВК-шник пробежал, походу. ТВК-шник пробежал, походу. Нормально он мне дал. КС-ка, походу, у него. Здесь тоже еда спавнится. Не встречал раньше. Надер залечиться где-то. И патронов докидать. Так, фраг у нас есть. Отлично. Вот видите, он меня слышал впервые. Вот. Ну, вообще, первый бей я его увидел. Но я плохо сыграл. Ну, не попал по нему. Начал бежать. И уже он меня встречал. Ну, вот мне повезло, что у него дробовик. Я вообще бедра как-то слишком косил. Вот. Ну, повезло мне. И я его убил. Это, получается, второго мы нашли. А, да, кажется, как в Жельке. 60-й уровень. Ничего себе, полностью ушатал ему Жельку. Бумажник у него. Это он с бутика снял. С 30-кой. Плохо только то, что он без рецепта. А, вот это можно, кстати, вот так вот сейчас. Оп. В принципе, то на то и получается. Я уже залутался тоже где-то. Ух ты. Неплохо. Хотя, кстати, посмотрю бутика. Может... У бутика где-то рюкзачок есть. Они где-то здесь были. Вон, 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 вон. Да, блин. Кипец, я просто максимальный молодец. Но было его в бедра стрелять, пока прицелился. Обратно руку выбери. Только этот раз другую. И зря без рюкзакка он. Обратно лечиться теперь. Ну, крепто он мне так бутик накидал. Тоже с дробовиком. А я, кстати, в него, видите, попадал. Кровь идет. Видно, скину. Ему один патрончик залетело. Мне вот теперь нужно бояться кровотечения, так как у меня головок закончился. Надо посмотреть, может, у него джут есть. Ну, еще один подошел. Пойдем посмотрим. Вот он! Ну, у тебя рюкзачок есть? Блин, а этот без рюкзака... Да что ж это такое? Вообще непруха. Винам все-таки брать с собой в рейд рюкзачки. В общем, отвлекает это, не отвлекает. Тут хоть хотя бы лутецкие есть куда положить, которые добываем. Так, ничего, я там в нем не оставил. Так, 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 так. У меня аптечки уже мало. Надо, наверное, солевую подбирать. Ее подбирать, и это у меня будет в магазин вылетать. Вот так вот нужно сделать. РГДшку заберем. Все, в принципе, можно идти дальше, ребят, убивать. По выходу у меня КПП МЧС. Надеюсь, что будем рассчитывать, куда выходить. Блин. Куда же он так резко... Ну, ты рюкзачок подъехал. Ну, а теперь места хоть отбавляем. Надо, кстати, КС-ку зарядить. Что-то как-то, ребят, не слышно. Я тут прям по центру хожу. Баттл убиваю. И никто не хочет меня за это наказать. Это и пропитальчик неплохо. Первый раз вижу, что здесь шприцы спавнятся. Вот еще один ключик интересный. Только его ложить некуда. Ну, пусть тридцатку выложим. Вот так вот. Непонятно вообще, где все люди. Хиба закрыт. Ну, даже не активированы. Ну, даже не активированы. Еще тридцатку выложили. Неплохо. Ну, в принципе, сейчас можно посмотреть техноспектр и бежать на выход. Что-то я не понимаю, где вообще все люди. Что они не лутаются. Странно как-то. Двигатель. Двигатель. А я могу его забрать или не могу? Чем я могу пожертвовать? Я, в принципе, ничем не могу пожертвовать. Пожертвовать. Еще тетрис. Вообще нормально уже. Третриса в одном рейде. Не плюс. Так, ну, ладно. Давай обновим и бейсбол. У нас, правда, гидрации мало очень. Хочу еще подняться в красный. Вот что-то как-то по луту прет. Главное, чтобы меня сейчас здесь не приняли. Вроде никого. А, все, у меня полностью его нашатал энергию до ноль. Печально, конечно. Салый пропитал, чтобы он мне немного с хп восстанавливал. И место не занимал плата. Двигатель уже пихать некуда. Кабель мне не нужен. Ничего интересного нет. Счетчик. Ну что, погнали вниз. Будем идти на выход. У меня ШМЧС, правильно? Да. Людей нет. Тут стреляться вообще с неким хорошо. Я тебя за этим побежал. А вот здесь все ребята были. Ботики валяются. Еще один двигатель. Фильтр водный. Боты носятся. Живучий какой попался. Еще тут внизу, по-моему, один кричал. Искать я его точно не буду. А пойдем на выход. Ля какой, смотрите. В спину стреляет. Ух ты. Видели, прострелом убил. Через отбойник. Через отбойник. Ну что, я считаю то, что рейдик получился шикарный. ЧВКшника мы одному убили. И налутали кучу добра. Поэтому очень все круто. На этом будем заканчивать эту часть. Всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok